Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Вчера в России отмечали 26-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана. Об этой дате и о текущих делах воинов-афганцев мы сегодня поговорим с нашим собеседником. Вместе со мной мой коллега по городской думе, депутат городской думы и председатель правления Рязанского областного отделения Общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана Сергей Караев. Сергей Антьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот вас 15 февраля 1989 года где застало? 15 февраля 1989 года я уже, слава богу, был уволен. Но начало вывода пришлось на, скажем так, мой срок демобилизации. Мало того, наше подразделение, как одно из специальных сопровождающих, должно было осуществлять прорыв через укрепрайоны при выходе колонны 70-й бригады и 3-го отдельного батальона спецназа. На тот момент это считалось отдельным мотострелковым батальоном из провинции Кандагар. Когда речь идет о суровых мужских профессиях, есть такое выражение, бывших не бывает. И вот вы, несмотря на то, что уже были, что называется, демобилизованы, находились на гражданке, вот все-таки свои ощущения 15 февраля 1989 года, 26-летней давности, помните? Ну, в целом, конечно, самое главное ощущение это то, что наконец-то закончилась война. Понимание того, что, наверное, не то, что какая-то боль или что-то, но помимо, конечно, потери наших боевых товарищей, которые остались там, к сожалению, там гибли не только военнослужащие, но и лица гражданские, которые приезжали на замену обеспечительного такого контингента, там медсестры, продавцы в магазинах, либо там обеспечители работочных складах, гражданские строители. Несколько случаев было, когда погибали они, и в частности, вот там являлся я непосредственно свидетелем одного из вариантов наблюдения такого, мы готовились на лед, и в это время один из самолетов, в связи с плохими погодными условиями, так называемая такая взвесь висела, знаете, у каждого на самом деле какая-то была своя, там, интерпретация вот такого ветра афганца, но это в основном всегда поднятие пыли, плохая видимость, все прочее. И у самолета, совершив неудачный маневр, вырулил со взлетной полосы на минное поле, которое было, скажем так, в целях защиты оборудовано достаточно плотным кольцом мин, ну и, соответственно, у нас на глазах разыгралась там трагедия, наши офицеры, мы там кинулись на помощь, но, конечно, на минном поле особо так не получается эффективно действовать, потому что мы тоже не знали карту мин, и многие из нас получили ранения. Ну и что самое главное, люди, которые приехали на замену, в большинстве своем убыли назад уже достаточно покалеченным, а кто и погибшим. Двухсотый. Ну вот сейчас так об этом как бы спустя много лет как-то спокойно говорите, да, тогда-то, наверное, ощущения были, конечно, совершенно другие. Вот эта дата, дата вывода войск, что она все-таки значит для воинов-афганцев, да, то есть это своеобразный день победы, или же наоборот, вот как она воспринимается внутри, да, вот внутренние ощущения ее каковы? Ну, естественно, я не считаю, что нас там стороной проигравшую в этой войне. Мы почти все задачи, особенно я служил уже, скажем так, в последнем эшелоне, людей, исполнявших интернациональный долг. Ну и наглядность того, что мы там, ведь мы же не только воевали, у нас-то на самом деле локальная борьба была достаточно сильная, это с банформированиями и караванами, наркотического трафика, оружейного трафика, а остальные люди, это там войска еще и солдаты, и вот те же специалисты, которые приглашали совместно с афганцами, которые, ну, представляли себе более мироволюбивую часть населения, строили. И я хочу сказать, что на самом деле это, наверное, не победа, а просто, знаете, вот сам конец войны, он как-то характеризует, что вот момент напряжения он отпускает. И уже понимаешь, что, конечно, с одной стороны жалко, это все обустраивалось, и мы так строили все там и делали там, как бы вроде как и для себя, и нужно знать там, какие были перспективы правительства. Мне там 20-летнему парню это было на тот момент еще неведомо. Но в целом можно сказать, что, конечно, мы оказали, вот как я считаю, все-таки интернациональную помощь. И вот мы сейчас, общаясь с теми афганцами, которых уже следующие режимы талибов, либо там Ахмаша Ахмасуда, там, когда начались притеснения, вот непосредственно это председатель жиданской общины на Кебула, он говорит то же самое, что когда вы были, вы там строили туда-сюда, и нас, естественно, никак нельзя сравнивать с тем, что сейчас как там себя ведут американцы. Мы сейчас живем во время, в котором пытаются активно переписать историю. Это касается и Великой Отечественной войны, и Афганской войны, безусловно, тоже. В этой связи, наверное, значение вашей организации, Российского Союза ветеранов Афганистана, как патриотической организации, сейчас особенно велико. Да, и именно что хочу подчеркнуть, ведь мы же когда воевали, тогда были люди разных национальностей. Я являюсь по происхождению ассетином, бок о бок воевал с украинцами, с русскими, и у нас и таджики очень активно себя вели, потому что большая часть населения говорит на таджирском диалекте. И мало того, что головной дозор обычно обеспечивался именно выходцем из этого народа, потому что первичные переговоры, чтобы там не начали стрелять, там внезапно и все прочее, реакция, зависело много от них. Кавказов было много, но хочу сказать, что, конечно, какие-то споры, может быть, и возникали в процессе, потому что каждый любит свою малую родину и относится к ним с уважением. Но это никогда нас не доводило до открытых конфликтов. И сейчас я, конечно, не являюсь активным пользователем социальных сетей или что-то, но стараюсь не отвечать на все какие-то обидные упреки сейчас со стороны тех ребят, которые находятся на Украине, живут там сами, коренные украинцы, которые высказываются и пытаются как-то там найти какую-то правду. Дело в том, что мы ее на своем уровне, к сожалению, найти не сможем. А вот переругаться и поставить под сомнение наши отношения, вот те боевые, это, конечно, для меня очень большой удар. Я поэтому, если честно, стараюсь всячески этого избегать. Что касается, скажем так, памяти и сохранения памяти о той войне как бы в Рязани, что делаете, что предпринимаете, насколько, скажем так, удовлетворены тем, как современное поколение, нынешнее поколение воспринимает вас, солдата и офицера в той войне? Ну, вы знаете, в целом на сегодняшний день хочу отметить, что все-таки тенденция поменялась. И, в частности, у рядовых граждан нашего города мы находим и понимание, и такой большой отклик. При работе с семьями погибших у нас сейчас мало того, что мы, Союз ветеранов Афганистана, как таковые, включает в себя не только воинов-интернационалистов, как таковых, а еще ребята, прошедшие Чеченскую войну. Мы привлекаем их и призываем к тому, чтобы они, вместо того, чтобы не получать эту боль от работы с этим синдромом человека, который прошел войну и в некотором смысле чувствовать себя ненужным. Мы стараемся их, как бы наших младших братьев, таких по оружию поддерживать. Чем можем, помогаем, оказываем, кому можем. Медицинскую помощь не только своим, и с протезами помогаем, и все прочее. Но, что бы хотел отметить, там, в ряде таких знаменательных событий, это, конечно, возведение памятника. Спасибо Альберту Дакимычу на Слюсарю на площади Маргелова. Это памятник локальным воинам. Мы хотим сейчас усилить проводимые уроки мужества непосредственно приобретением муляжей, для того, чтобы подрастающее поколение могло знать и видеть, представлять, что такое оружие. Потому что мы россияне, и у нас, видно, такая судьба, что мы, не являясь агрессорами, тем не менее должны четко осознавать, что такое оружие. Ну и дальше еще в рамках военно-патриотического воспитания. Хотел бы отметить тот факт, что недалеко 13-го числа под патронажем губернатора был открыт частный спортивный комплекс, бассейн. Он имеет достаточно узкую направленность и специализацию под обеспечение так называемых, мне не нравится это слово, маломобильной группы. Я скажу инвалидов, и это не только боевых действий, это инвалидов всей группы категорий, для людей-колясочников, для людей с ограниченной возможностью передвижения. И тут спектр достаточно широк, начиная от того, что в чашу бассейна человека могут опустить достаточно комфортным таким механизированным подъемником для спуска подъема инвалида из воды, а также подъемник между первым и вторым этажем, лифтовый, который выполняет полностью автоматическое у него работу. Надо только подъехать, нажать кнопочку, дальше заезжаешь, дверь закрывается, 10 секунд ждет, если никаких команд не даешь, тебя поднимает. На втором этаже ты оказываешься в зале тренажеров, где группа тренажеров именно для инвалидов-колясочников, верхней части туловища, пресс, плечи, руки развития, ну и прочие упражнения, которые могут производиться под присмотром опытного инструктора, а самое главное, со способностью, которая знает специальные упражнения. Как мы знаем, эта часть населения у нас достаточно обделена в плане участия в спортивных каких-то мероприятиях. Хотя, как ни парадоксально, все наши паралимпийцы берут постоянно медали и показывают какие-то просто невероятные результаты. Честь и хвала, люди с огромнейшей силой воли, которые не сломались, которые не посчитают, что их жизнь закончена, а убеждают нас в том, что в любой ситуации всегда есть выход и возможность смотреть вперед. Сергей Ильич, я благодарю вас, что нашли время и ответили на наши вопросы. Сергей Караев, председатель управления Грязанского областного отделения Общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов войны в Афганистане, был гостем программы подробностей о встрече в эфире. Дорогие друзья, благодарю за предоставленное в эфире время и пользуюсь так называемой представленной возможностью. Хочу поздравить всех ветеранов и инвалидов, выполняющих интернациональный долг в Республике Афганистан и на сегодняшний день отмечающих 26-летие, а также, естественно, всех матерей, семьи погибших и подросших уже на сегодняшний день поколения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова